Бламберг, США, Трамп нашел время, чтобы вновь начать добиваться расположения Путина. Элли Лейк, Бламберг, США. 1 мая 2020 года. В течение почти всего срока пребывания президента Дональда Трампа в Белом доме члены его кабинета пытались ограничить его инстинкты, направленные на то, чтобы умиротворить российского визави. Несмотря на загадочные попытки американского президента подлизаться к Владимиру Путину и его желание улучшить с ним отношения, его администрация расширила санкции в отношении Москвы, выслала российских шпионов, а также вела и продолжает вести дипломатическую и политическую войну против клиентов России. Однако иногда победу одерживает президент. Именно так было в прошлый уикенд, когда Белый дом и Кремль опубликовали совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи американских и советских солдат на мосту через реку Эльбу, которая разделила нацистскую Германию пополам и оформила таким образом победу союзнических сил во Второй мировой войне. В первых трех абзацах этого заявления отмечается важное значение знаменитого рукопожатия между двумя этими армиями. А в последнем абзаце содержится призыв к тому, чтобы эти два соперника сотрудничали и продвигались вперед в том же направлении. Дух Эльбы является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели, подчеркивается в этом совместном заявлении. Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам 21 века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Официальные лица из администрации Трампа сказали мне, что высокопоставленные сотрудники Пентагона были против использования подобного языка. По словам этих официальных лиц, они обеспокоены тем, что действия Трампа играют на руку Путину, который пытается ослабить связи Америки с союзниками по НАТО и который, в конечном счете, хочет, чтобы Соединенные Штаты признали российской сферой влияние страны, бывшая раньше частью Советского Союза, включая Украину и Грузию. Еще большее беспокойство вызывает то, что Трамп в ходе состоявшегося ранее телефонного разговора с Путиным согласился поехать в Москву в следующем месяце для участия в торжественных мероприятиях по поводу победы союзников над нацистами. Эти торжественные мероприятия уже отменены из-за пандемии коронавируса. В случае определения новой даты Белый дом согласился направить в Москву советника по национальной безопасности Роберта Абраена. Кроме того, язык совместного заявления Трампа и Путина в 2020 году напоминает заявление по поводу таких же торжеств, которое было сделано в 2010 году бывшим президентом США Бараком Обамы и российским президентом Дмитрием Медведевым. В отличие от Трампа, Обама в 2010 году уже осуществил перезагрузку отношений с Россией после российского вторжения в Грузию в 2008 году. Тем не менее совместные заявления о встрече на Ильде направляют ложный сигнал в тот момент, когда Россия продолжает бросать вызов позиции Америки в мире. В феврале российский самолет на низкой высоте пролетел над американским военным кораблем в Черном море. В этом месяце Госдепартамент опубликовал внутренний правительственный доклад, в котором прослеживается российская и китайская пропаганды во время пандемии коронавируса. По мнению авторов доклада, эти страны распространяли ложные сведения о том, что этот вирус якобы является созданным в Соединенных Штатах биологическим оружием. Российские ставленники продолжают вести войну на Восточной Украине, а ее собственные войска продолжают оккупировать Грузию. Кроме того, совместные заявления Трампа и Путина направляют ложный сигнал союзникам Америки в Восточной Европе. Таумас Эльвес, бывший президент Эстонии, сказал в беседе со мной во вторник, что для него и для людей из тех стран, которые жили под железным занавесом, Ундер Тейрон Чуртаин, упомянутая река не является символом геополитического сотрудничества. Эльба, вдоль которой частично проходила граница между Восточной и Западной Германией в период Холодной войны, была разделительной линией между свободой и угнетением, сказал Эльвес. По его словам, совместное заявление о встрече на Эльбе было бы воспринято как капитуляция такими воинами Холодной войны, как Рональд Рейган. Заявление Трампа по поводу убилея встречи на Эльбе больше и соответствует позиции другого американского президента, Ричарда Никсона. В конце своего первого президентского срока Никсон занимался тайной дипломатии с коммунистическим Китаем. Частично это было связано с желанием усилить переговорную позицию Соединенных Штатов с Советским Союзом по поводу разрядки и контроля над вооружениями. Когда Никсон, наконец, оказался в Пекине, он дал старт торговому партнерству, которое сегодня, судя по всему, разваливается. Проблема сегодня с подобного рода мышлением состоит в том, что и Россия, и Китай заинтересованы в ослаблении той международной системы, которая, несмотря на предупреждения китайских врачей, журналистов и ученых, не смогла заблаговременно сообщить всему миру о надвигающейся пандемии. Поэтому для Трампа было бы мудрым решением отказаться от любых планов улучшения отношений с Путиным до тех пор, пока российский президент не вернет те территории, которые он украл у Грузии и Украины, и не откажется от своих собственных мечтаний по поводу возрождения империи зла XX века. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.